С початку на мосте Прас-Припять забронили рух аутотранспорта. С другой половы дня пятницы тут нелегко ходить так само и пешеходам. По Акуле один вариант переправы для их – лодки вортовальников, якие перевозить людей бесплатно. За уликом того, что только на Туровском молочном комбинате працуют колеса жидковчан, яких необходимо каждый день доставлять на работу, отпочивать вортовальникам часу нема. Правда, и гэтый вариант подоходит неусим. На лодце практически немогчимо переправляться с маленькими детьми у колясках. Нам нужно везти ребенка в поликлинику, к врачу, в жидковище в понедельник. Но мы не поедем, так как здесь плохие дороги, и ребенка нет возможности доставить. Хоть не выключено, что на медицинское обследование дочка Олесе все-таки трапить подчас посереджения Республиканского штаба по независимых ситуациях особливая увага по шуку часовой замены небеспечному мосту. Наибольший примальный, хоть максимальный и часовой вариант – будовництво понтонной переправы. Даны поручения МЧС и Министерство обороны до завтрашнего утра, до 12 часов, организовать переправу и пустить движение автомобильного транспорта. Работают слаженно силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно. И уже сейчас на подходе понтонное сооружение к данному объекту. МЧС уже дислоцирует сюда понтоны из Пинска. Подрихтовка данного везения понтонной переправы почалась ящей на перезидне с будовництва часовой дороги у пойми Припяти. Пакулина невысокая, але не выключена, что до весновой поводки вышеня дороги поедельчится на некольких метров. А прочатаго не выключена так сама махчимость будовництва часового моста. Боу, подчас крыгаходу понтонная переправа може оказаться неэффективной. Конкретных терминов ликвидации аварийной ситуации, пакуль не называет никто. Мостов вот такой конструкции у Беларуси пять. Два у Гомельской в области, два у Могилевской и один у Витебской. В 2013-м трещина заявилась на мосту Каля-Бабруйска. Тогда для ее ликвидации потребовался май год. Некольких дней тому ситуация повторилась теперь уже в Житкинском районе. Зараз при Министерстве транспорта створена специальная комиссия, якая повинна провести все необходимые доследования и до наступной пятницы пропоновать конкретные шляхи ликвидации аварий. А при этом, в ближайший час проверку пройдут и все остальные мосты этого проекта. Похоже, пешеходы и автомашины вагают до 10 тонн, будут переправляться в Прас-Припять по понтонном мосте. Те переправе, якая находится примерно у 35 километрах ниже и по течении. Большогрузом авто на другие береги раки можно будет трапить только Прас-Мазыр-Типинск. По поводу общей жизнедеятельности никаких проблем, вопросов нет. По продуктам питания, по учреждениям, по всем. Энергетика, у нас есть там участок действующий, коммунальный участок есть действующий. То есть все, что надо для той территории, у нас вопросов с этим вообще нет. Скорая помощь, все движется, все движение. При критичности лечится недалеко 55 километров, хотя у нас там есть больница. Олег Сентеров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомень», Житковицкий район.